Друзья, в этом видео хочу с вами поговорить о том, вообще, кто такой предприниматель и как он живет. Предприниматель — это человек, это такой неудачник, у которого огромное количество неудач, и что-то там получается. Вот если жить с такой философией, то результаты становится гораздо больше. Меня вот очень впечатлил пример, когда мы в нашем закрытом мастер-майде War Room, где там прилетают предприниматели со всего мира, там около ста человек, с оборотом от двух миллионов долларов по году, ну и в среднем там где-то 4-5, там есть те, кто и 100 делают, миллиарды долларовые. У нас выступала вот в этом закрытом мастер-майде Сара Блейкли, это самая молодая женщина-миллиардер из списка Forbes. И она очень крутую историю рассказала, которая меня прямо зарядила. Она говорит, что вот ее в детстве отец каждый вечер спрашивал, а какие ты ошибки сегодня еще совершила, где ты еще сегодня накосячила. И она рассказывала, типа, ну вот здесь, 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 здесь я попробовала, здесь не получилось. То есть он ее учил всегда, ну вот с самого раннего детства о том, что надо очень много делать попыток, и надо очень много всего пробовать разного. И что ошибка, ну нету понятия как ошибка, нету понятия как провал, как неудача, там и так далее. И это очень важно, в принципе, для предпринимательства. И в Америке культура вся, она нацелена на то, что, и это прям транслируется отовсюду, из журналов, из разных выступлений, там, из видео, ну то есть прям вот отовсюду. Из книжек это то, что в предпринимательстве нет неудачи. Единственная возможная неудача, которая может постигнуть предприниматель, это то, что он не сделает еще одну попытку. Вот как только ты принимаешь поражение, как только ты принимаешь неудачу, тогда вот у тебя есть неудача. А как только ты, ну пока ты продолжаешь пробовать, и еще раз, и еще раз, и еще раз, то, ну, неудачи здесь нету, потому что в какой-то момент у тебя получится. И здесь, вот помните, мы с вами обсуждали воронку продаж, да, то, что, вот, к примеру, как сделать так, чтобы совершить продажу? Ну, вот в самом базовом бизнесе, это когда еще были обзвоны по Yellow Pages, по желтым страницам, да, там, надо было совершить 100 звонков, и 100 звонков ты назначаешь, скажем, там, не знаю, 6 встреч, там, да, 6 встреч, и из 6 встреч у тебя там одна продажа. И получается, что тебе, чтобы сделать одну продажу, нужно сделать 100 звонков. Если 100 звонков не сделаешь, тебе не будет этой одной продажи. И если вот этой мысли в голове не иметь, если этого понимания в голове не иметь, если не иметь философии воронки продаж, то никогда не получится. И абсолютно не факт, что у вас онлайн-школа получится с первой попытки. Я вообще не советую к этому так относиться. То есть нету такого, что ноль или один, получилось или не получилось, пробуйте, пока не получится. Ну, то есть делайте действия до тех пор, пока у вас не будет результат. Нету фактора поражения. Есть фактор того, что вы остановились, перестали пробовать, почему-то задумались о том, что вы там какой-то неудачник, у вас что-то не получается, что-то не идет и так далее. То есть это вот этот вот бред. Это единственное, самое сложное, с чем мы вам помочь. Мы всячески будем вас мотивировать. Мы создали сообщество, которое будет вас возвращать и так далее. Но если вы сами закроетесь от наших звонков, напоминаний, не будете ходить на мастер-классы живые, чтобы вам дали, оказали вот эту вот поддержку, того, чтобы вы продолжили течение, продолжили двигаться дальше, продолжили этот поток, то, ну, вам ничего не поможет. И к онлайн-школе надо относиться, и это вот очень важно, надо относиться как к навыку. То есть это не то, что я создаю бизнес, и у меня не получилось. Нет, я учусь там, к примеру, я учусь танцевать. Вот нельзя же так сказать, что я пришел на тренировку, я потанцевал, у меня не получилось, я ушел домой, там, расстроенный, печальный, я неудачник. Ну, это бред. То есть тебе нужно время для того, чтобы научиться танцевать, потом ты можешь прийти в клуб, там, потанцевать, у тебя все нормально, там, ну, как бы, все круто. И так же и с бизнесом, и так же и с онлайн-школой. То есть онлайн-школа — это навык, который состоит из ряда там поднавыков, центральный из которых там это проведение вебинара, к примеру, да, то есть для того, чтобы продажу сделать. Ну, и вообще маркетинговое понимание соединения с аудиторией. И, ну, вот есть вот некий такой набор навыков, которые вам надо освоить. Если вы их освоите, онлайн-школа — это то, что будет кормить вас всегда. Это то, что в любой момент вашей жизни, если у вас будут долги по каким-то там другим бизнесам, если у вас вообще, ну, просто, ну, трэш будет в жизни твориться, онлайн-школа или вебинарный навык — это то, что всегда может генерировать вам кэш. Да, ну, вот есть эксперт, есть аудитория, создаем быстренько продукт, проводим вебинар, зарабатываем деньги, раздаем все долги. Ну, например, да, если у вас долги есть. То есть относитесь к этому как к навыку. Вы запускаете онлайн-школу, вот вы сейчас, некоторые из вас будут там определять или уже определяют мое предназначение, а вот это не моя ниша, а вот здесь я не понимаю, а вот то ли это начать, то ли это начать. Мне вот очень нравится пример, там, вот ребят у нас сочинские учатся, они как бы заходят такие, типа, ну, как бы мы не понимаем вообще, что выбирать, какую нишу, мое, не мое, и они понимают, что, ну, они должны освоить навык, они должны получить вот это внутреннее ощущение того, что они могут и знают, что делать, как и что складывать. Они понимают, что так, нам надо взять какого-то хотя бы эксперта, с ним хотя бы какой-то результат сделать, и потом в процессе создания этого результата они поймут, а что им интересно, что неинтересно, что получается, не получается, какие есть дополнительные ниши, где можно себя попробовать. И вот они получили вот этот навык того, что да, я могу создать онлайн-школу, и они уже дальше начинают пробовать другую онлайн-школу. Они смотрят так, ну вот на детской нише как-то, ну, непонятно, попробую-ка я фитнес-нишу. А ну-ка, эксперт, иди сюда, давай тебя запакуем. Начинают запаковывать эксперта, и там с экспертом получается уже какой-то результат. Может он получится больше, может меньше. С экспертом могут быть какие-то другие конфликты. Но, соответственно, они продолжают тестировать вот этот вот навык. То есть у меня, к примеру, есть сейчас вот такая некая уверенность, что, ну, блин, даже меня забросит в какую-то другую страну, но что я сделаю? Я найду эксперта, я создам с ним вебинар, я проведу вебинар, я заработаю денег, я не пропаду. И это то ощущение, которое может быть у вас. Без разницы, что будет там с политической ситуацией, без разницы, что будет с экономической ситуацией, без разницы, в какой стране вы будете жить, там, на каком языке все будет происходить. Если у вас будет вот этот навык, то есть навык проведения продающих мастер-классов, ну, к примеру, да, это самый центральный навык, то у вас все будет получаться. Если у вас будет навык создания онлайн-школы, там, поиска эксперта, запаковки продукта, там, продажи, то это то, что будет кормить вас всю жизнь, и ваших детей тоже. Вы можете, там, у вас сыну исполнилось 6 лет, вы говорите, знаешь, что сын самое главное в жизни? Ну, папа, я не знаю, наверное, любовь. Вы говорите, нет, сын, самое главное это правильно оффер уметь сделать и правильно провести вебинар продающий. Ну, все, я понял, папа. Вот, возможно, так будет у вашей жизни. То есть это может быть навык, который будет передаваться из поколения в поколение и кормить не только там вас и вашу семью, кормить ваших родственников. Там, ну, чтобы у всех были деньги. Деньги это правильно, деньги и богатство это нормальное состояние человека. Ненормально быть бедным, ненормально когда у тебя долги, там, кредиты и так далее. Это ненормально, это болезнь. Нормально, когда есть изобилие, когда ресурсов много, когда проект развивается, когда все хорошо. То есть это естественное нормальное состояние для человека, для его выживания, для жизни. То есть все другие состояния, они ненормальны. Поэтому освоите этот навык, поймите, что, ну, это реально важно, поймите, что неудачи нету, поймите, что вам надо пробовать, пока у вас не получится. Ну, вот, вот, к примеру, наступает, там, идет война. Вы, вот, блин, я не уверен, я не знаю, что выбрать, я не знаю, как запустить. И вообще я не хочу запускаться, я буду уроки смотреть. И вот вы сидите, вы смотрите уроки, проходит уже который месяц, и вот вы все откладываете, и вроде бы вы ходите на мастер-майнды, и вы слушаете, вы думаете, ну да, вот, когда-то надо начать. И вот вы не начинаете, и не начинаете, и не начинаете, и не начинаете. А потом волна какого-то там, ну, недовольства, или отчаяния, или неуверенности накатывает, и вы думаете, ну, это не для меня. Там, да, мне сейчас еще вот это дело, и это дело, и это дело. И тогда это никогда не наступает. Поэтому, ну, отнеситесь к этому как просто к тому, что вам надо научиться танцевать, вам надо научиться, там, петь. Ну, возьмите ту метафору, как вам научиться на коньках, надо кататься, на велике. Даже вот, блин, на велике, вот ты сел на велик, да, ты проехал, упал, там, поцарапался и подумал, так, ну, я неудачник, велик — это только для особенных, да, к примеру. Вот и с онлайн-школой то же самое. То есть даже, чтобы, блин, на велике проехать, надо, ну, постараться, попытаться, да, там, ты упадешь, ты что-то, ну, там, разобьешь. И это нормально. То есть ненормально, если, ну, то есть это необычно. Ну, таких у нас примеров много, но это необычно, если сразу ты зашел, сразу вот у тебя все получилось, пошло бабло, тебе ничего не надо делать, и все такое. То есть, ну, есть люди такие особенные, вот, ну, их там как бы какой-то определенный процент всегда. Но если вы просто вот обычный человек, ну, скорее всего, у вас это получится, но с какой-то итерацией. Ну, вот подумайте, каждый ли человек способен на велосипеде кататься? Ну, там, ну, большинство, да, у кого-то какие-то есть особенности, какие-то фобии там особые, там, да, ну, кто-то, вот, какая-то прослойка не способна. Но, скорее всего, это не про вас. Поэтому, ну, отнеситесь к это как к тому, что вот надо просто освоить. Просто вот был ноль, там, прошел какой-то период, стал единицей, получил навык, там, ну, как бы и все, я могу кормить свою семью, уверен в завтрашнем дне, уверен в своем будущем, уверен в своей жизни. И вот, ну, с этой уверенностью, там, шагаю по жизни, развиваю, зарабатываю свои миллионы рублей, живу в кайф, много путешествую, там, занимаюсь любимым делом, провожу время с семьей, много свободного, там, времени, там, на любые другие какие-то вещи, на увлечения, на хобби, там, и так далее. То есть это нормальная жизнь, это то, что у вас должно быть в вашей жизни. Ну, надеюсь, я это вам достаточно так очень подробно донес, но просто меня очень как-то волнует, когда вот люди слишком долго что-то там готовятся, смотрят, ищут и так далее. То есть пробуйте, вот в действии раскрывается ваше предназначение, в действии раскрывается та ниша, которая у вас будет. Поэтому, ну, просто помогайте кому-то, там, если сами не уверены, там, пробуйте один, второй, третий, проект четвертый, ну, пусть не получается. Обязательно ходите на все живые мероприятия, обязательно ходите на все мастер-майнды, обязательно встречайтесь с кланом, с группой, в оффлайне, в онлайне. То есть если уроки смотреть тяжело, если заниматься тяжело, такое может быть, такие люди бывают, то просто посещайте все мероприятия, которые только есть. У нас есть такая девочка Маша, и девочка Маша не посмотрела ни один урок, но ходила на все живые мероприятия, общалась внутри клана, и вот, ну, мероприятия поддерживают в ней поток, то есть она как бы хочет слиться, да, там, то есть нет времени, там, что-то более важное. Ну, возможно, это ваша ситуация. Скорее, это просто наиболее частая отмазка. Вот у меня сейчас по семье что-то или по работе что-то, или еще где-то что-то, я вот потом там когда-то это начну делать. Да, вот мероприятия живые, ну, позволяют вам оставаться в этом потоке. А клан, она спрашивает там, вот, а что здесь, а как вот вебинар правильно сделать? А, слушай, Петь, а помоги, ты вот вебинар провел, а помоги мне тут тоже провести, там, помоги мне запаковать. Ну, там, ладно, Петя помогает. И, ну, и окей, она получила все эти знания, она вот, ну, живые вот эти встречи поддерживают в ней поток внимания и поток желания, и в итоге она создала свою онлайн-школу. Поэтому оставайтесь в потоке, относитесь к неудачам правильно, относитесь к онлайн-школе правильно, как к навыку, и вас обязательно ждет успех и результат.